27 августа ежегодно отмечается День российского кино. Библиографы Центральной городской библиотеки им. Ломоносова предлагают вашему вниманию обзор ресурсов электронной библиотеки «Библиоросика о кинематографе». Несколько слов о ресурсе. «Библиоросика» — это современная электронно-библиотечная система, предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам. Котолог пополняется и в настоящий момент насчитывает 20 тысяч изданий, объединенных в базовые специальные издательские коллекции. «Библиоросика» будет интересна всем читателям. В каталоге, помимо научной и учебной литературы, можно найти научно-популярную художественную литературу и нон-фикшн. «Библиоросика» представляет доступ как библиотекам, вузам, так и индивидуальным пользователям. В поисковой строке «Библиоросики» на вопрос искусства кино вышло несколько изданий. Игорь Бельники – автор книги «Искусство кино», «Киносъемки», «Кинопромышленность», «Киноискусство». Это первая отечественная книга по истории мирового кинематографа, написанная доступным языком и с авторским взглядом на зекономерности развития кинематографа. Каждый год в прокат выходит все больше фильмов, появляются новые имена и жанры. Чтобы разобраться в том, что сейчас происходит в кино, важно понимать, как кинематограф зародился и развивался. Историк кино, преподаватель Гуманитарного института кино и телевидения Игорь Бельники рассматривает основные этапы составления кинематографа. Как кино стало искусством, боролось за звук, было пропагандой, пережило бурные 60-е и лихие 90-е. Это история кинематографа и разбор самых знаковых фильмов, и анализ ключевых событий во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, России и странах Азии. В главе «Еще раз отдельно о гениях» автор пишет о Федерико Феллине, Луисе Банюэле, Андрее Тарковском, Сергее Параджанове. Книга будет полезна всем, кто неравнодушен к кино. Сборник «Воспоминания о ВГИКе» подготовлен к 95-летнему юбилею старейшей в мире киношколы Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Полинаевича Герасимова. Сборник составлен из воспоминаний его педагогов и выпускников. В публикуемых мемуарах представлены не только уникальные факты истории отечественного кинематографа и кинообразования, но и передана та особая атмосфера альма-матер российского кино, в которой взросли и сформировались его деятели, и которая сложилась в определенную творческую и педагогическую традицию, отличающую в ГИК от других киношкол мира. Сегодня в ГИКу уже 105. Следующее издание – книга ведущего киноведа Любови Аркус и Константина Шавловского «Петербург как кино». Это своего рода фильм о городе. Для его съемок авторы выбрали семь городских районов и объявили набор в киногруппу. На зов откликнулись поэты, художники, искусствоведы, писатели. Они написали сценарий, а операторами стали талантливые фотографы. Параллельно со съемками проходил монтаж, а главным исполнителем стал сам город. История кино в Петербурге неотделима от киностудии «Ленфильм». Работа над этой книгой завершилась в те дни, когда студия переживала один из самых трагических периодов в своего уже почти векового существования. Книга Антона Дорина «Как смотреть кино» задумывалась как детская, но получилась книгой для всех. Самое важное и интересное о безбрежном и сложном мире кинематографа вы узнаете в качащий срок. Автор – один из самых известных российских кинокритиков. Он разобрал главные вопросы о кино и постарался дать на них простые и внятные ответы. Можно ли застраховать себя от разочарования? Как отличить искусство от развлечения? И нужно ли это делать? С чего начинается знакомство с классикой кинематографа? Умрет ли кино? И когда? Или будет жить вечно? Конечно, это только начало длинного пути для внимательного и пристрастного зрителя. Простейший гид. Правила выживания. Но не это ли самое важное? Поэтому авторы книги так ответственно подошли к своим задачам. Антон Долин тестировал текст на собственных детях. Испытания прошли удачно. А Константин Баранзит, знаменитый аниматор и художник, а еще номинант на премию «Оскар», создал забавные и необычные иллюстрации. С их помощью вы совершите прекрасное путешествие по лабиринту кино. Увлекательное и загадочное. Книгу приятно листать, держать в руках и прочитать ее можно за пару часов. Она подойдет, если вы хотите пробудить интерес кинематографа у детей и прекрасное дополнение домашней библиотеки. В данном случае мы предлагаем электронное издание. Но разве в этом суть? Кроме книг о художественном и игровом кино, Библиоросика предлагает книги и о документальном. Например, «Мое документальное кино. Очерки по курсу. Операторское мастерство». Юрия Светлакова. Автор – кинооператор, бывший ведущий программы «Шаг за горизонт». Он популярный кузбасский журналист. С 1961 года по 2006 работал на Кемеровской студии телевидения. Снимал киноочерки, вел циклы передачи. Кинолетопись Кузбасса, рассказы о Кузбассе, «Колесо», «Люди земли Кузнецкой», «Шаг за горизонт», «Семейный альбом». Эта книга – размышления кинооператора Юрия Светлакова о документальном кино. Рекомендовано кафедрой фото-видеотворчества Кемеровского государственного университета культуры в качестве очерков по курсу «Операторское кино». Следующая книга в нашем обзоре – «Кино, культура и дух времени» Владимира Поперного и Владимира Туровского. Владимир Поперный известен тем, что вместе с Майей Туровской, известным кинокритиком, в 2008 году написал сценарий документального фильма «Обыкновенный фашизм». Эта книга – «Кино, культура и дух времени» посвящена сравнительному анализу советского и американского кино 30-40-х годов XX века. После смерти Майей Туровской в 2019 году Поперный продолжил исследование, расшифрив его хронологические рамки до эпохи оттепели. Сопоставление двух кинотрадиций выявило удивительные переклички в сюжетах, культурных мифологиях и даже построении кадра. Сравнивая волшебника из страны Ост Солушкой или «Встречу на Эльбе» с Берлинским экспрессом, авторы приходят к важным наблюдениям о том, как схожий социальных процессов, протекавших в обеих странах, рождала порой противоположные идеологические посылы, заложенные в сопоставляемых картинах. Серьезный культурологический анализ фильмов Америки и Советского Союза в контексте демиатургической эпохи сочетается в книге с воспоминанием об увлекательном сотрудничестве Владимира Поперного и Майей Туровской. Книга Максима Мусселя и Ольги Кононовой «Мобильное кино. 100 шагов к созданию фильма» просто и понятно рассказывает о том, как создать свой первый мобильный фильм. Миг вокруг нас развивается очень стремительно. Научно-технический прогресс наступает. Мобильные устройства полностью перевернули нашу жизнь. Социальные сети открывают совершенно новые способы коммуникации. И как следствие этого появляются совершенно новые возможности для творчества. такие, например, как мобильное кино. Вот наиболее очевидные преимущества мобильного творчества. Доступность мобильного кино каждому желающему. Возможность снимать окружающее 24 часа в сутки. Высочайшая степень доверия зрителей к историям, снятым на смартфон. Для зрителя, желающего углубленно погрузиться в психологию киноискусства, книга написана автором уникального курса «Психология для сценаристов» Татьяны Салахеевой-Талал. Она ознакомилась с концепциями некоторых психологических школ и направлений, переосмысленными с точки зрения кинодраматургии. Среди них теории Фрейда и Юнга, оказавшие громадное влияние на киноискусство, гештальт-подход, которому в книге уделено особое внимание, а также новейшие мировые исследования в области социокультурных феноменов, знания которых позволят создавать актуальные для современного зрителя истории. Каждая психологическая теория адаптирована по цели кинодраматургов и интегрирована в ключевые сценарные структуры. Благодаря этому читатели научатся понимать, как разные формы искусства влияют на психику зрителя, как создавать глубокий характер героев и психологически достоверные истории, какие повороты сюжета и личностные особенности персонажей вовлекут зрителя в происходящее на экране, заставляя его сопереживать героям, проходить вместе с ними путь трансформации и достигать катарсиса. Все эти знания, несомненно, полезны не только сценаристам, но и режиссерам, продюсерам, редакторам, киноведам и всем тем, кто интересуется кино и психологией. В заключении обзора издания «Кино» напоминаю, ресурсами электронной библиотеки Библиоросика вы можете воспользоваться, если подключены к сети интернет. Если вы являетесь читателем Архангельской централизованной библиотечной системы, заинвестироваться в Библиоросике можно следующим образом. Надо сообщить на нашу электронную почту sbs.arch.sobaka.mail.ru какой филиал вы посещаете. Номер вашего читательского билета «Имей фамилию». Также вам поможет зарегистрироваться библиотекарь той библиотеки, в которую вы записаны.